Так, и сегодня мы обсуждаем стихы с Шима Бхагаватом. Было несколько предложений и несколько вопросов на тему сегодняшнего обсуждения. И я решил их собрать воедино, вот в этом тексте, который одна из Вайшнави попросила обсудить. И мне он самому очень нравится. Более того, этот текст очень своевременен, даже по сезону года. И когда мы прочитаем к нему комментарии Шима Бхагаватом, станет понятно почему. Это текст из четвертой песни Шима Бхагаватом, девятая глава, текст одиннадцатый. Глава называется «Друга Махараджа возвращается домой». Я прочитаю санскрит, затем мы прочитаем перевод и комментарий Шил Пропады к нему. Бхагаватимуха омнамо Бхагаватеи васудэвая Омнамо Бхагаватеи васудэвая Омнамо Бхагаватеи васудэвая Так, Шимар Бхагатам 4.9.11 Другу Мхаража возвращается домой. Можем повторить пословный перевод вместе с преданным служением. Мухух. Постоянно. Правахатам. Тех, кто занимается. Твои. Тебе. Ме. Мое. Прасангаха. Тесное общение. Буят. Пусть будет. Ананта. О бесконечной. Махатам. 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 Великих преданных. Амала Ашаянам. Чьи сердца свободны от материальной скверны. Яина. Которым. Анжаса. Легко. Улванам. Ужасный. Уру. Великий. Вьясанам. Полный опасностей. Бала Адбхим. Океан материального бытия. Нэшье. Я пересеку. Бават. О твоих. Гуна. Качествах. Катха. Повествований. Амрита. Эликсир бессмертия. Пана. Выпивая. Маттаха. Объяненный. Аминь. Перевод. Дру Махараджи продолжал. О беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества, материального бытия, на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о Твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми невластно время. Комментарии Шрилы Прабхупады. Я буду читать комментарии и буду время от времени останавливаться, потому что каждое слово и каждое предложение Шрилы Прабхупады в этом комментарии очень емко и требует просто какого-то отдельного обсуждения. Самыми важными в этом стихе являются слова Друва Махараджи о его стремлении к общению с чистыми преданными. Без общения с преданными трансцендентное преданное служение не может быть совершенным и не приносит наслаждения. Очень интересно. Только что Друва Махараджа в предыдущих стихах, в десятом и девятом, говорил о том, что общение с преданными настолько возвышенно, что посрамляет даже счастье, которое испытывает человек, когда достигает освобождения. Он говорит о том, что это бесконечное наслаждение, которое испытывает человек, осознавший браман. Само слово браман на санскрите также берется от глагола бри, что означает расширять или распространять. И браман то, что расширено, распространено до предела, нет конца и края брамана. И поэтому счастье, которое испытывает человек, когда он познает, это бескрайний аспект вечности Господа, также бесконечный. Но в предыдущем стихе Друва Махараджа говорит, да, но общаясь с преданными, мы посрамляем даже это счастье. Оно уменьшается по сравнению с... Это бесконечное счастье уменьшается по сравнению с этим счастьем, которое мы испытываем, общаясь с преданными, слушая Кришну Кадху у них. И он интересная вещь говорит в предыдущем стихе, что этого результата достигает человек двумя способами. Либо он все время медитирует на лотосные стопы Господа, либо он или она слушает о Кришне из уст чистых преданных. Оказывается, между двумя этими состояниями нет никакой разницы. Более того, в каком-то смысле слушание об уз о Кришне из уст преданных важнее, чем медитировать на стопы Господа. Потому что во первом случае, когда мы слушаем о Кришне из уст преданных, Господь сам танцует на языке этих преданных. И те самые стопы, на которые мы пытаемся медитировать, более-менее насильственно. Один преданный признался как-то раз в разговоре со мной, что я не могу представить лотосные стопы, не знаю, как на них медитировать. Единственное, что меня беспокоит в жизни моей духовной, это как же эти стопы выглядят и как на них медитировать. Об этом он все время думал. Этот преданный был слеп, у него не было зрения. Он был очень низко, не очень возвышенный преданный. Кришна, не те Кришны, на беговой он жил. Жил он дома, приходил на беговую, служил еще в Москве за памятных времен. Он потерял зрение где-то в 10-13 лет от диабета. И потом уже пришел в движение сознания Кришны. Принял духовного учителя на слух, принял Кришну на слух. Он потом ездил в Риндаван также, и он как-то услышал Риндаван. Когда вернулся обратно, мне было очень интересно узнать, как он бы запомнил Риндаван, каким он с собой унес его оттуда. Пройдя в Риндаван, мы ходим и смотрим, даже снимаем что-то. Но потом приезжаем обратно к себе в Брисбон или в Москву, и мы не помним так много в Риндаване. Кто-то, может быть, помнит Матэжи. Вы были недавно в Риндаване и на Гавардане. Можно спросить у вас, что вы запомнили. И я спросил у него, что запомнили вы, не те Кришны Прабу. И он стал мне рассказывать Риндаван про Риндаван. Как он его запомнил, как он шел на паре Краме, что он услышал, как он впитал в себя. Его самым таким чистым, самым глубоким образом. Сегодня Рады Щам читал Дэмакунда Махараджи, журнал Back to God. Это одна статья, которую он читал. Я не знаю, запомнил ли он, но я запомнил. Я там был и слушал, как он читает. Где автор говорил о том, что слушая о чем-то, мы гораздо глубже понимаем суть предмета. И пример, который привел автор, ты помнишь пример? С бактерией, да? С бактерией, которую мы смотрим под микроскопом. Можем видеть, как какую-то, просто каплю какого-то студенистого вещества. Но когда мы слушаем профессора, который знает об этих бактериях все, то он расскажет нам абсолютно все, что можно только про них узнать. И вот не те Кришны Прабу, как этот профессор стал рассказывать не про Вриндаван. Мы ходим и смотрим на них своими студенистыми комочками на Вриндаван вокруг, и мы видим что-то не то в нем. Какие-то вещи, которые нас напрягают или вызывают у нас, может быть, неприязнь. Жители, отсутствие гигиены, толпы, что-то еще, грязь, собаки, свиньи и прочие жители Вриндавана. Мы смотрим на них вот этими оскорененными нашим материальным видением глазами, а они смотрят на нас своими чистыми глазами. Видят нас тех, кто должен получить милость в Рижабасе, и дают нам эту милость, как они только могут. Вот мы недавно обсуждали с преданными этих знаменитых обезьян Вриндаваны. Правупада даже называет их в одной из своих книг прославленные обезьяны Вриндаваны, с которыми играл Кришна. Они забирают у нас что-то, что очень ценно нам, очень дорого, тапочки, очки. Сейчас они переключились на мобильные телефоны, потому что по уровню ценностей для людей мобильные телефоны явно превосходят все остальное, что есть в нашей жизни. Они забирают мобильные телефоны, потому что таким образом мы сможем запомнить Вриндаву. Как место, где мы потеряли, что-то очень ценное. В идеале мы должны нам сердце потерять, и преданное носит это на майке с написью «Потерял свое сердце в Вриндаване». На самом деле не сердце мы там потеряли, а что-то другое. И поэтому о нем вспоминаем, и жители помогают нам понять. Они приходят к нам, например, как мальчики или девочки на Радакунде, или бабаджи, пожилые садви, которые что-то у нас просят. А мы думаем, что благодельствуем их, даряем что-то, какую-то монетку или что-то еще. Но однажды у меня был тоже очень интересный инцидент на Радакунде, когда я стал просто не брать деньги с собой, потому что когда у тебя нет денег с собой, ты говоришь, мне нет денег, и ты честен, и поэтому тебе нечего дать. Вот я пришел на Радакунду, ко мне подошла девочка с этой глиной, с Радакундой, которую они продают, брикеты глины, стал протягивать 10 рупий, возьми. Я сказал, мне нет денег. Я был честен, вырыл карман и сказал, нет денег совсем, смотри, ни копейки, ни рупии. Она на меня посмотрела так сострадательно, взяла, говорит, возьми, не надо денег, возьми, пожалуйста, несчастный. Не может ничего дать даже за эту землю с Радакунду. Вот что они хотят нам дать, жители Вриндавана. И мы приходим туда и начинаем смотреть на эти трансцендентные формы и образы Вриндавана своими материальными глазами и видим материальные образы. Но когда чистые преданные видят Вриндаван своими ушами, из уст других чистых преданных, они видят его таким, какой он есть. И поэтому, когда я стал спрашивать у Нитя Кришны, Прабу, что ты или что вы увидели там во Вриндаване, он стал рассказывать мне немного, но все то, что он говорил, запомнилось. Вот он какой Вриндаван там, чистый. Таким же Вриндаван, такой же Вриндаван, который слышат такие преданные, как Нитя Кришна, Прабу. И мы, рассказывая Вриндаване, обсуждая Вриндаван, обсуждая взаимоотношения между Кришной, Шримати Радарани, Гопи и Гопами и современными их преданными Вриндаване, можем попасть туда. А чистые преданные, которые живут в Вриндаване, видят его таким образом. Как в этом баджане шесть Госвами, шат Госвами, аж так как говорится, Нанна Ратна Нигада Мула Витапа Тадама Си Юкта Вриндавана. Настоящий Вриндаван, Юкта Вриндаван, Вриндаван, который видели Госвами, как Вриндаван, состоящий из драгоценных камней Чентамани, из деревьев желаний, коровы желаний. Там все готовы исполнить желания, потому что это дух служения. Что такое служение? Я готов исполнить желания других. Поэтому все, уполномоченные Кришны исполняют желания других. Но поскольку все живут таким желанием, исполнять желания других, то чего они сами желают друг от друга? Ничего. Они ходят по земле, которая может исполнить все желания. Они сидят под деревьями, которые могут исполнить все желания. Они доят тех самых коров, которые все желания исполняют. Ничего от них не хотят? Нам бы такое дерево, хотя бы одно. Под ним бы сразу очень быстро кончилось место под этим деревом желаний. Нам бы такой камешек, да? Много желаний. Нам бы такую корову. Ух, сколько бы мы из нее выдаили, наверное, для себя. Но во Вриндаване все настолько полно, чем полно. Там ничего нет в обыденном смысле слова. Никакого символа, признака богатства там нет. В Читании Чиритамлите описывается шуточный диалог между Сарупой Дамодарой, близким спутником Господа Читани, и Шивасом Пандитом, Шивас Такур, членом Панчетаттвы. Он сам Нарада Муни. Нараде Муни нравится провоцировать. Он провокатор профессиональный. Есть такие преданные, которые провоцируют специально на какие-то интересные события. Большинство провокаторов провоцируют на что-то плохое, но он провоцирует на хорошее. И поэтому он начинает задираться. А что там в вашем Вриндаване? Вриндаван, Вриндаван, Вриндаван. Какой там Вриндаван? Ничего там нет. Что там есть? Палочки, веточки какие-то, дикие растения, минералы, трава, земля, коровы, все. Деревня. Вот у нас в двороке, говорит он, вот там да, там трансцендентная обитель, там золото, драгоценные камни. Там сама богиня Прответания живет. И она заполняет все роскошью и великолепью. Вот там да. И Господь Читания послушал этот задиристый речи Шиваса и сказал Сварупе, ну скажи ему, Сварупа, Намадар. Покажи ему Вриндаван. И Сварупа стал рассказывать про Вриндаван. Он произнесся знаменитый стих, который нам очень нравится цитировать, где говорится, Чинтамани чаранабушинаманганан. В Вриндаване все жители украшают свои ноги этими драгоценными камнями Чинтама. Никакого другого применения они им не могут найти. Бросовые вещи. Те самые драгоценные камни, которые любое количество других материалов могут превратить в золото, они украшают ими ноги. Или какие-то другие используют для других бытовых целей. Чинтамани чаранабушинамангананан. Шингар, Пушпа, Тарава, Тарава с ураном. А цветы из деревьев желаний они используют для того, чтобы украшать свои волосы или какие-то другие тоже предметы в своем доме. Ставят в вазы. Ничего больше не нужно. Кришне предлагают. И коровы желаний, которые могут все что угодно дать, используются для молока. Вот в этом настоящее совершенство Вриндауны. В этом, как он говорит, это океан счастья. Как он говорит. Чинтамани чаранабушинаманану шингара Пушпа, Тарава, Тарава с ураном. Праджана нанука мадхену. Праджана нанука мадхену. Праджана нанука мадхену. Сука синду. Океан счастья. И поскольку никто друг от друга ничего не хочет, все хотят только служить Кришне. И все хотят служить друг другу в служении Кришне. Вот это настоящий Вриндаун. И когда мы слушаем о преданных, которые видят Вриндауну таким, и рассказывают нам об этом Вриндауне, даже если это преданные, которые не имеют внешнего физического зрения. Другой знаменитый преданный, как бы другой знаменитый преданный, или Ла Шука, или Билла Мангла Такур, который сидел во Вриндауне 700 лет, который был слепой, но которому Кришна сам горят желанием увидеть его. Мы горим желанием увидеть Кришну, но Кришна горел желанием увидеть Билла Мангла Такура. Он приходил к нему каждый день и приносил ему горшочек с молоком. И Билла Мангла очень быстро раскусил, что это за молоко, по его трансценентному вкусу. Кришна может притворяться кем угодно, но в попытках скрыть себя от преданных, но когда он дает вкус преданным, когда он приходит в их жизнь, то Кришна преданный сразу по этому вкусу, трансценентному, который ни с чем не спутать, его сразу распознают. И поэтому Билла Мангла мог даже не видеть, кто принес ему это молоко, он попробовал молоко, он понял, кто это. И в следующий раз, когда Кришна подошел к нему с этим молоком, он сказал, я слеп, я не вижу, подсказался, подойди поближе, дай мне это молоко в руки, иначе я его разолью, уроню и лишусь. Он подошел, и Билла Мангла такой очень быстро схватил его за руку. Кришна. И Кришна испугался, вырвался и убежал, и Билла Мангла закричал ему вслед, ты можешь вырваться из моих рук, но ты никогда не вырвешься из моего сердца. Сегодня ты убежал, да. И вот когда мы слышим таких предных, которые рассказывают нам о Вриндаване, они видят его по-настоящему. И мы говорим здесь вот без общения, трансцендентно, а мы о многом уже о чем сказали, мы сказали о том, что Друва Махараш говорит, что вот такое предное служение, оно посрамляет океан блаженства испытываемого. Испытываемого таким людьми, которые постигают трансцендентное бытие. И по сравнению с этим счастьем, которое испытывают преданные, им даже трансцендентное бытие не нужно. Они не думают даже о том, чтобы освободиться, не думают о том, чтобы спастись, чтобы познать, чтобы увидеть, чтобы услышать. Сегодня мы читали комментарий Шилы Пропады в третьей песне Бхагаватам с меди-непатией Прабу, в котором Пропада говорит, что люди поклоняются Богу по разным целям. Мы можем, сейчас я прочитаю, вспомню по памяти эти цели, и вы можете, каждый может и каждый могут себе отметить, на каком из пунктов мы остановимся, что для нас актуально. Кто-то поклоняется Богу, чтобы избавиться от страданий. Можете не говорить вслух, но кто-то, чтобы получить материальное процветание или счастье. Кто-то, чтобы познать свои трансцендентные отношения с Господом. Кто-то, чтобы познать Его трансцендентную природу. И он дальше продолжает все это, смешанные мотивы. А чистые преданные – это тот, кто не поклоняется Господу ни по одному из этих мотивов. Он просто любит Кришну и хочет, чтобы Кришне все было хорошо. Может, какой чистый преданный? Вот это. И вот такое счастье, оно оказывается по сравнению со всем этим океаном Брамананды или постижение безличного Брамана. Если взять его, Рупа Госвами говорит, и умножить в миллионы раз. Брамананда, Бавет, Эша, Чет, Парарда, Гуник, Критана. Возьмите эту Брамананду бесконечную. И бесконечность возведите в 10 миллионов степень, 10 миллионов. Или умножите ее на 10 миллионов раз на самом себе. И вот это получившееся, я даже не знаю, как это назвать, супер-мега Брахмананда на стероидах. Огромное. Вмножить на миллионы раз. Взять ее, с одной стороны, говорит Шиларупа Госвами, Брамананда, Бавет, Эша, Чет, Парарда, Гуник, Критана. Умножьте Гуник, Критана на много-много-много раз на себя саму. Найте Бхактии Сукамба Двех, Параману Тулама Пи. На другую сторону весов положите атом, неделимую частицу Бхактии. Найте Бхактии Сукамба Двех. С одной стороны, Брамананда, с другой стороны, эту каплю, молекулу воды из океана Бхактии. Он описывает Бхактии Расамрита Синду. Это океан. Вот этот океан состоит из воды. Вода состоит из H2O, из молекул. Два атома водорода, один атом кислорода. Неделимая частица. Возьмите вот эту неделимую частицу океана счастья при одном служении, а с другой стороны, умноженной в 10 миллионов раз Брамананду. И она перевесит. Оказывается, настолько возмутительно это утверждение Рупагасвами, что Браманан, у Брамананди, у людей, которые стремятся всю свою жизнь, кладут на то, чтобы эту Брамананду постичь, когда они такие слышат, такие вещи. Представляете? Это как если бы всю жизнь вы копили бы на дом, например. Не знаю, сколько стоит дома. Большие дома или маленькие. Ну, много. Десятки, сотни тысяч долларов наверняка, да? Представляете, вы копили всю жизнь, накопили, купили, а на завтра это же рядом с соседней дом продается за доллар. Чтобы понятно было, как они себя чувствуют. По скидке. Вот это Рупагасвами говорит возмутительно. И Джупа говорит в предыдущем тексте, что вот эта Брамананда обесценивается просто двум процессом. Первое – это медитация на лотосные стопы Кришны. Мы об этом говорили. И мы говорили про нитя Кришны Прабу, который вот слепой ващнав, который на самом деле был зрячим, но зрячим другим образом. Он видел Кришну всегда и все время думал, как же у него эти стопы выглядят. Я их никогда не видел. Как их представить себе? Он медитировал таким образом на них постоянно. Он ушел из-за болезни, из-за диабета, с полным сознанием, с боженной улыбкой на лице. Он всегда вообще с ней ходил постоянно с этой улыбкой. Он всегда занимался служением, какие только могут взять. Ему даже боялись некоторые служения давать в силу его ограниченности, восприятия. Он брал, например, ледоруб, рубил лед. Был субботник, он вышел лед рубить. Он мог бы сказать, что я не вижу ничего, и то бы ему слово не сказал. Но он видел другими органами. Он хотел служить. И рубил лед, мыл столешницы или обувницу, мыл в храме. Постоянно чем-то был занят. И самым главным времяпривождением для него было слушать книги Шрила Прабхата. Просто читать он их не мог. А у нас с Вашими был преданый, который замечательной дикцией читал вслух. Он очень любил читать вслух. Сидел и читал вслух. И мы ему подсунули микрофон, диктофон. Он записывал то, что он читал вслух. И потом давал кассету «Нитья Кришны Прабху» и он читал. Таким образом. Ушами. Вот. И вот он медитировал на стопы Господа Кришны, постоянно думая, как же они выглядят. Хочу их увидеть. И поскольку он все время думал о них, они его настигли. И он их обрел, очевидно. Когда он ушел, он был таким же счастливым, как он был до ухода. Он таким же и остался. Но вторая вещь, которую описывает Друха Махарадша, он говорит, что однозначно или равнозначно медитация на стопы Кришны является слушание об играх Кришны из уст преданных. Причем не обязательно об играх его стоп, не обязательно о стопах говорить. О любых играх. Потому что что происходит в этот момент, когда преданные говорят о Кришне, то Кришна танцует у них на языке. Чем он танцует на языке? Ну, можно, конечно, брейк-данс танцует на языке руками, но он танцует стопами, да. Брейк-данс. Однажды у Шрила Ниранжина Махараджи спросили на лекции. Так странно. Махараджи после проповеди в России, наверное, уже никаким вопросом не удивляется. Он дал лекцию, удивительно, я не знаю, о чем это, не помню, я не был на этой лекции, мне рассказывали преданные, которые были на ней. Переводчик рассказывал. Он закончил лекцию, он говорил о Кришне, он встал уже, шел к выходу. Вдруг одна мата же из аудитории выкликнул вопрос, а Кришна танцует? Брейк-данс. Причем она по-английски спросила. Брейк-данс. И Ниранжина Махараджи ни минуты, ни секунды не мешкая, не запнувшись, он повернулся к ней и сказал, yes, Кришна leaves the Rasa dance, and he breaks the hearts of the gopis. Это называется Брейк-данс. Брейк-данс. Но обычно Кришна танцует стопами. Хотя, когда он играет с мальчиками-пастушками в разные игры, там все идет в ход. И там чехарда, и пятнашки, и все другие трансцендентные игры, узнаваемые по нашим детским годам, но они оттуда. Когда родители не слышат плохие слова, они говорили в колодец, чтобы они там и оставались в этом колодце. И смеялись этому эху, которое тут доносилось. Нужно же знать слова, которые нельзя произносить, да? Выучить их нужно обязательно. Но когда он танцует на языках преданных, рассказывающих о нем, поскольку Кришна Кадха и Кришна не отличны друг от друга, то что происходит? Он говорит, что эти стопы танцуют у них на языке и стрясают с себя эту шафранную пыльцу, которой они умощены. Покрыты шафранной пыльцой, особой пыльцой. Мы не будем говорить о том, откуда она там взялась на этих стопах. Это шафранная пыльца. Но Дрога Махараджа, не Дрога, а Притху Махараджа говорит, что когда такие преданные говорят о Кришне, то эти стопы танцуют у них на языке, и они же с звуковыми вибрациями распространяются, они распространяют себя сами в сердца вайшнавов, которые слушают об этих играх. Вовсе не обязательно слушать о стопах, но стопы сами приходят в наши сердца, когда мы говорим, слушаем о Кришне и остаются с нами, и что происходит с этой пыльцой, она опыляет наши сердца. И так же, как растения, которые опылили, постепенно приносят плод, и точно так же эти сердца, которые опылены Кришной Кадхой, постепенно приносят плод. Какой плод? Под любви Кришны. Вот об этом говорит здесь друг Шива Прабхупада в комментарии. Без общения с преданными трансцендентное преданное служение не может быть совершенным и не приносит наслаждения. Оказывается, что общение с преданными еще выше, чем даже Бхакти. Это не совсем корректное высказывание, потому что между общением с преданными Бхакти нет разницы. Это синонимы. Но, с другой стороны, общение с преданными является тем фактором, который, как Прабхупада говорит здесь, дает нам возможность понять, что такое преданное служение. как, например, мобильный телефон. Опять же, пример, который все могут понять. Мы живем на ферме. Гроза. Сейчас у нас этот опыт был непосредственно. Гроза что-то там выжигает в какой-то местной мобильной вышке. И хотя мобильная сеть везде, но пользоваться ты теперь ее уже не можешь, потому что местный ретранслятор отсутствует. Сеть есть. У кого-то она есть. Переезжаешь через холм, например, я поднимался ради эксперимента на холм, где стоит гурукула, и там ловят. Опускаешься обратно к дому мукунту, махаража, там нет. Сеть есть, но ты поймать ее не можешь и не можешь ее воспользоваться, потому что нет местного ретранслятора. Или твой мобильный телефон не работает. Другой вариант. Сеть есть. Все ее пользуются, но ты не можешь, потому что сломался мобильный телефон. И точно так же бхакти, она распространена повсюду. Вриндава, на котором мы говорили, описывается в Скандапуране, в Бхагавата Махатме, как враджа. А враджа означает то, что везде ходит, то, что везде проникает. А с глагола враджа, что означает идти. Враджа означает также идти, враджа. Мама Камши Ранам враджа, говорит Кришна Арджуни, это означает иди и предайся мне, враджа в повелительном наклонении. И в Скандапуране говорится, что слово враджа означает то, что находится повсюду. Как проникающий брахман, вриндаван везде. И Шилапрапада мог проявлять вриндаван повсюду, куда бы ни приезжал. Не просто говоря о нем, но проявляя его реально. Кришну, Шимати Радарани, Господа Кришну, Горни Тай, Гираджа Махараджа, как вот здесь у нас на ферме тоже. Там вриндаван. Однажды Шилапрапада давал лекцию в Хайдарабаде, вспомнил Хайдарабад был, и он сказал вдруг внезапно на лекции, не слушал его недавно. Вы думаете, это Хайдарабад, это вриндаван, это галока вриндаван, мы находимся в духовном мире, это вайкунт. Поэтому вриндаван находится повсюду, но уловить его и проявить его так, чтобы мы в нем оказались, так же как эти мобильные волны, можно только с помощью определенного прибора, с помощью определенного устройства. И устройством этим называется общение с преданными. Это устройство, это общение с преданными. Преданные могут проявить уриндаван в нашем сердце, проявить Кришну так, что он стал зримым, ощутимым, и чтобы в его существовании и важности служения ему у нас не оставалось никаких сомнений. Не просто теоретическое рассуждение. Да, вот говорят есть Кришна. Многие о Кришне слышали. Сколько Шилапрапада говорил, было издание Бхагавадгита на английском языке на западе перед его приездом? 600 или около того. И он говорил, все эти 600 Бхагавадгит были как 600 испорченных мобильных телефонов. Они не работали. Похоже, да, на мобильный телефон, но нет сети, нет модуля, который бы снял телефон к сети. И поэтому они были бесполезны. Никому нельзя позвонить. Даже в службу спасения не позвонишь по такому телефону, бесполезному. Но как только Шилапрапада приехал со своим мобильным устройством, все сразу подключились. Все почувствовали присутствие Кришны в этих словах. Пусть они были написаны на не очень привычном для них английском языке. У Шилапрапада был такой английский в начале, что даже его ученикам приходилось прислушиваться, вслушиваться его слова, чтобы понять, что он говорит. Непривычный акцент. Но при этом, слушая его слова и не понимая, что он говорит, они хотели продолжать слушать и слушать. Потому что там был Кришна. Более того, когда Прапрапада приехал во Вриндаван обратно со своими учениками, с этими белыми слонами, как он их называл, приехал во Вриндаван и там проводил лекции по нектару преданности в том самом месте, где жил группа Госвамия, где он сам писал эти книги во дворе Радха Дамодара. И местные бриджабаси сбежали, чтобы слушать его, нашего прославленного саду героя Вриндавана, который Вриндаван раздал всему миру и весь мир привел во Вриндаван. Шила Бакистанца Сарасвати Дакур предсказал, что Прапрапада сделает это. Он сказал, что один из моих учеников, сколько бы времени ему на это не потребовалось, приведется, пересечет Акиан, он сказал, и вернется обратно, приведя за собой весь мир. И вот Прапрапапада сидел во Вриндаване со всем началом этого мира, который он должен был привести. И он рассказывал о нектаре преданности, о группе Госвами, и местные бриджабаси сбежали, чтобы послушать его, и тогда никто не знал английского. А Прапрапада говорил только на английском. Они сидели и внимательно слушали. не понимая ни слова, кроме Кришны. И Шила Прапада показал на них и сказал, вот они по-настоящему слушают. Они слушают Кришну. Они слушают трансцендентный звук. Потому что он от Кришны неотличен, понимаем мы это или нет. Как Хари-Кришна мантра. Хари-Кришна-Хари-Кришна-Кришна-Кришна-Кришна-Хари-Хари-Хари-Рама-Хари-Рама-Рама-Рама-Хари-Хари-Хари-Понимаем мы или не понимаем. Неважно, она действует. Как она действует? Она пробуждает в человеке понимание, желание служить. Непонятно кому, непонятно как, непонятно зачем, но желание появилось. И от него же не избавиться. Все, жизнь отравлена, испорчена. У вас у многих есть такой опыт. Вроде бы слушали об Айурведе, о йоге, о том, о сём. Кришна это очень умело вносит, вернее не носит, а проявляет Кришну повсюду. Вот у нас оказываетесь уже преданными. Опасная вещь. Надо вешать объявления перед таким программами для новых людей, как это опасно. Имейте в виду, что может всё это слишком хорошо кончится. Общение с преданными. Почему? Потому что зараза. Сейчас весь мир стоит на, извините, выражение на ушах из-за того, что этот вирус гриппа в Китае начал распространяться. И люди очень боятся его. Сейчас карантин объявлен на многих местах. Их изолирует от общества, потому что можно заразиться. Но не общаясь с такими людьми, заразиться нельзя. Через телевизор, через телефон или через интернет, слушая об этих происшествиях. Мы без опасности. Только когда мы лично общаемся, мы получаем опасность, возникает риск. Точно так же, когда мы непосредственно общаемся с преданными, возникает серьёзный риск этой особой... Я не хочу такие параллели проводить, но их правопада проводил, не мои параллели. Поэтому я повторяю. И когда они говорят об этом, то мировоззрение людей, которые слушают таких преданных, меняется. И здесь Шрива Пропада говорит, что без общения с преданными трансцендентное преданное служение не может быть совершенным, не приносит наслаждения. Даже оно, то самое преданное служение, которое посрамляет Брамананду, которое даже йогов... Есть интересные комментарии Шрива Пропады и Вишната Чакавархи Такура в Бхагавадгите, где Кришна говорит, «Йоги на написар вишаман бхактена антаратманага». Среди всех йогов, самым лучшим из всех йогов является тот, кто предаётся мне. И в комментарии Шрива Пропада говорит об этом, и Вишната Чакавархи Такура. Они говорят, что есть йоги, которые видят Бога лично в сердце, находятся на уровне асампархиата самадхи. Они уже материальный мир не воспринимают. Для них он как для человека с сильной уровней близорукости. Они не видят форм этого мира. Всё сливается. Я из вас смотрел фильм «Матрица», когда Нио прозрел и увидел эту матрицу, как нули единицы, ничего больше, ничего интересного. Вот они в таком состоянии находятся, видят Господа в сердце. А сам прагяда самадхи постоянно медитирует на Него, светочен на Нём, не отличая их ничем от этой медитации. И в Шрива Вишната Чакавархи Такура говорит, что да, эти люди видят Бога, йоги, но преданные, которые служат о Кришне лично, и воспевают о Кришне, они находятся на ещё более высоком уровне. Пусть они Бога не видят, но они Его слышат. И что самое важное, они хотят Его услышать. И в чём выражается их хотение, их желание слушать о Нём, они собираются тогда, когда о Кришне есть возможность поговорить и послушать. Причём не так важно, кто говорит и кто слушает. Не так важно, совсем. Совсем не так важно. Как если мы приходили на храм на Мангаларти. Кто там сегодня на Мангаларти проводит на алтаре? Не пойду, нет. Хотя, конечно, в Майпуре там постоянно один и тот же преданный проводит в Мангаларти. Как его зовут? В Пуджаре. Постоянно. Баларам что-то. Две части имени. Вот каждый день. Я прихожу, он вот, уже сколько лет прихожу, вот один и тот же преданный. Каждый день. Если его нет на алтаре, значит, он умер. Примерно так. И Гопал Кришна Махараш, когда он в Майпуре, он тоже на алтаре уже много-много лет с Панчататтвой. Мы уже начали шутить, что уже не Панчататтва, уже Шаттаттва. Потому что там уже Гопал Кришна Махараш уже шестой элемент, шестой член Панчататтвы. Потому что не отделить. Он все поклоняется им. Вот так. И говорили о Пуджаре. И мы можем спросить, а кто там сегодня Мангларати проводит? Не пойду. Он? Нет, не пойду. Кто сегодня Прасад предлагает или готовит? Не пойду. Глупо. Кришна сам по себе. Он есть всегда. Кто бы ему не проводил Мангларати, кто бы не готовил Прасад, это Прасад, трансцендентные вещи, трансцендентные субстанции, скажем так, уже не вещи. И точно так же преданные, кто говорит о Кришне, кто слушает о Кришне, так важно. Понятно, что кому-то приходится чаще говорить, кому-то приходится чаще слушать. Но на самом деле, если мы не хотим слушать о Кришне, если мы хотим слушать о Кришне больше, чем мы хотим о Нем говорить, то мы не должны говорить. Нам нечего будет сказать. Поэтому у нас два уха, один рот. Большинство людей. И поэтому Прабхупада был уполномочен на свое служение говорить о Кришне всему миру так, чтобы услышали, и приняли, и поверили, потому что он слушал. Он заполнял все свое сознание звуками духовного учителя, хотя у него не было тогда возможности слушать кассеты, записи, лекции, mp3. Как он выражал свое желание слушать? Когда появлялась возможность, он приходил, сидел и слушал. Иногда он ничего не понимал, он говорил, иногда не понимал ровным счетом ничего, что говорил Гуру Махарадж. Но я слушал, и мой духовный учитель выделил меня из всех, по моему желанию слушать. И сказал, вот этот юноша, да, он квалифицирован, он поймет, и он сможет другим объяснить своими словами. Я часто привожу пример Равиндер Сараба Прабу, очень ученый, ващнаф, философ, получивший блестящее теологическое образование. Он сам пишет такие статьи, что их со словарем нужно читать, даже публицистические. Очень богатый язык английский. Он рассказывал, как он, на лекции как-то раз рассказывал, как он читал книгу Баксиданта Сарасвати, написанную им на английском языке. И он застрял на предложении, которое он не мог понять минут 20. Он пытался его понять, читал его снова и снова и снова, и не мог понять вообще, что же там говорит Шилабхистанта Сарасвати Такур. И в конце концов, после напряженных раздумий, он, доктор наук, понял. И потом вдруг он понял, что он это уже знает, потому что Прабхупада это уже объяснил простыми словами нам. Он уже это слышал от Прабхупады. Вот это симптом того, кто услышал правильно, он может передать Кришну своими словами. Вот так. И поэтому в предыдущих стихах, да, мы говорили о том, что йоги, пусть они видят Господа лицом к лицу, но преданы еще выше, чем йоги, если они просто слушают о Кришне и говорят. И они позволяют Бхакти проявиться полностью. Без них Бхакти просто не существует. Вот это и то, что называется атомом Бхакти. Атом – это то, что уже, если вы попытаетесь разделить, то уже он теряет свой смысл, теряет природу, молекулы воды. Это самая маленькая частица воды, уже меньше не получается, уже это не вода будет, это будет водород и кислород. Точно так же, что является элементарной частицей Бхакти? Чего уже не разделить дальше? Сказать? Два – это элементарная частица. Два означает два Вайшнау. Один – в одиночку невозможно практиковать. Мы сейчас об этом прочитаем в комментариях. Я так превосхищаю немножко, что он дальше скажет. Мы пока два предложения обсудили. У нас ускорится на самом деле. Это придется на следующий год перенести, обсуждение этого комментария. Два. Меньше – это называется квантом или атомом, или молекулой Бхакти. Должен быть кто-то, кому мы служим. Должен быть кто-то, чье счастье для нас является более важным, чем наше собственное. Как вы назовете такого человека? Гуру ли это? Или наставник? Или просто Вайшна, в который вы очень любите и хотите служить? Неважно. Кришна, потому что, в конце концов, Бхакти по отношению к Кришне направлено, ему мы должны служить. Это всегда два. Бхакти не может быть в одиночку, она в принципе не существует в одиночку. Нет такого понятия как Бхакти в одиночку. Это как хлопать ладоши одной ладонью. Буддисты могут, да. Так что никто не слышит. И слава Богу, что никто не слышит, как они хлопать одной ладонью. Есть эти мнимые величины в математике. Это такая мнимая единица, которая в квадрате равняется минус один. Нет такой вещи в природе, но они там как-то используют это все, мнимое. Эта Бхакти мнимая, без общения. И Прабхупада сейчас об этом нам скажет. Именно для того, чтобы предоставить людям возможность такого общения, какого, который проявляет трансцендентную природу преданного служения и приносит наслаждение этим преданным служением. И Кришне нам. И нам через Кришну, что важно. Мы основали международное общество сознания Кришны Прабхупада. Вот для чего, оказывается, движение сознания Кришны создано. Чтобы в общении с чистым преданным можно было понять трансцендентное преданное служение и сделать его совершенным. И дальше Прабхупада говорит то, о чем я только что сейчас сказал. Любой, кто пытается действовать в сознании Кришны, оставаясь вне общества сознания Кришны, пребывает в глубокой иллюзии, ибо это невозможно. На самом деле в оригинале слово не иллюзии используется Прабхупада, а галлюцинации, что гораздо более важно. Наша гордость или эгоизм – это такая галлюциногенная вещь. Она с галлюцинацией создает иллюзии думать о том, что мы можем самостоятельно в духовной жизни жить, независимо от других или как-то в отрыве от преданных, без общения с ними. И Прабхупада говорит, что каждый, кто думает таким образом, пребывает в глубокой галлюцинации, ибо такое невозможно. Из слов Дрова Махаража ясно, что если человек не общается с преданными, то его служение, не достигая зрелости, будет мало чем отличаться от материальной деятельности. Господь говорит, сатам прасангаан мамавирия сам виду баван хрит карна расайна катха. Только в общении с чистыми преданными слова Господа Кришна обретают полную силу и начинают услаждать слух и сердце. Удивительно. Только что мы, еще раз повторил, говорили о том, что как преданное служение посрамляет брамананду, преданное служение также превосходит практику йоги, но оказывается в преданном служении есть еще общение с преданными, без которого как... Как это называется? Я уже забыл русское слово... Граната? Граната, да? Есть такое слово? Граната? Я уже забыл русское слово. Давно не использовал. Граната, которую кидает. Граната. Гренейд. Граната. Без запала. Она не взорвется. Никогда. И преданное служение без общения с преданными никогда не подействует. Будет в теории, теоретическим будет служение. Оказывается, оно еще важнее, чем даже преданное служение. Оно синонимично, но при этом оно активирует преданное служение. Без него преданное служение не действует. Без общения с преданными. Так Кришна все устроил. И хотя Он, Бхагаван, хотя Его слова имеют полную силу, но Он так устроил, что без общения с преданными Его слова не будут иметь полную силу. Не будут действовать полную силу. Как есть эти всякие... Опять же, извините, что привожу многие примеры такого рода, но как есть демонстрационная версия программы, например, и есть полная версия. И в демоверсии там какое-то все что-то ограничено. Я вот должен был в PDF создать файл и воспользоваться демоверсией программы. Там нужно две страницы только наконвертирует, и везде эти водяные знаки потом ставят на страницу. В общем, кошмар. То же самое с преданным служением без общества. Общение с преданными – это демонстрационная версия. Как бы да, похоже, но не подключить, не воспользоваться сполна. Но когда Вы общаетесь с преданными, и особенно важно, общение с преданными означает не просто собираться с ними, как с приятными для общения людьми. Поболтали – разошлись. Но общение с преданными означает, во-первых, стремление к такому общению. Создание условий для такого общения, как делал здесь Матэ-Жи. Ваджра Лакшми и Югенат Прабу. Солица Кунти говорит про них и других таких вайшнавов в первой песне Бхагаватам. Она говорит, Господь, те, кто постоянно говорят о Тебе, слушают о Тебе, поют Твою славу, или те, кто радуется или создают условия для того, чтобы другие это делали. Все они обретают пометование в Твоих ладостных стопах. Благословение Царицы Кунтии. Матэ-Жи, у Вас день рождения было где-то в это время, да? Когда у Вас день рождения? Не сегодня случайно? Четвертый. Четвертый был у Вас, да? Где-то вспомнил. Поздравляю. Антонов понедельник. Антонов понедельник. Поздравляю Вас. Али Кришна, я вспомнил как раз, что наши ежегодные программы совпадают обычно с днем рождения Матэ-Жи. Ваджра-Лакшми. И вот тогда, Кришна говорит, послужение становится полноценным, когда мы стремимся к общению, когда мы создаем условия для общения и также еще следующая стадия общения, когда мы ставим себе зависимость от каких-то вайшнавов. Мы начинаем верить им, доверять их не просто общей вдохновленности, а тем, что эти вайшнавы могут жить нашим духовным благом, могут помочь нам лично, принимая на себя ответственность за нас, за нашу духовную жизнь, становятся для нас наставниками, вдохновителями, советчиками, друзьями в духовной жизни, духовными учителями, в конце концов. Вот так вырастает отношение между гуру-учеником, между наставником и подопечным, между старшими и младшими вайшнавами. Старший для нас вайшнав не тот, кто там дольше в этом движении протерпел, а тот, у кого… уже это нектар, который мы уже устали жаждать. А тот, кто естественным образом вызывает у нас желание подойти к нему или к ней с доверительными вопросами и спросить, как мне быть в моем серьезном вопросе в преданном служении? Те, которые, во-первых, воссоздают у нас вопросы актуальные для нас в преданном служении. Те, кто делают для нас актуальным успех в преданном служении. И соответствующие вопросы. А как не быть? Я уже джапу шесть месяцев не читал. Когда нам становится стыдно, например, об этом, и мы подходим с таким вопросом. Доверительное, а как не быть? Я потерял вкуса. Я вижу, у вас он есть. Как мне его вернуть? То он или она стали преданным для нас, старшим преданным для нас. Вот это гуру проявился через таких вайшнавов. Шикша ли это гуру? Вартманда продавший это гуру? Дикша гуру это уже детали. Это уже все равно это детали. Не актуальные. Но важно научиться ставить себя в зависимость от таких вайшнавов и стремиться в зависимости от преданных, в зависимости в духовном смысле. В материальном мире зависимость вещь, которую люди чураются, боятся ее, стремятся ее избежать и правильно делают. Зависимость от материальных людей, которые их эксплуатируют, зависимых от них, губительна. Пропада говорит, что люди живут мало в наше время, потому что люди находятся в чрезмерной искусственной зависимости от других. Так он объясняет в первой песне Бхагава. Срок жизни сокращается от чрезмерной зависимости. Но когда мы ставим себя в зависимости от преданных в духовном смысле, когда мы начинаем доверять им больше, чем себе, открываем им сердце, отпускаем их в это сердце и не отпускаем их из этого сердца потом. Когда мы доверяем им, когда мы пытаемся выверить себя по их наставлению, по их видению. Вот это называется Бхакти. Это то, что Господь Кришна называет началом Бхакти. Господь Читания Махапрабу говорит об этом в «Анте Лили». Санатани Госвами Харидасу Такуру. Он говорит, что когда Вайшнав предается духовному учителю, дикша кали, кали бхакта кари атмоса марпанны, под дикши означает не только инициация, а это означает, что когда мы начинаем доверять и принимать прибежущего Вайшнава в его или ее наставлениях. С этого момента сей кали, Господь Читания говорит, кришна тари, кари тари атмосам, Кришна принимает такого преданного как равного себе. Означает, он впускает его в свой круг. Вот это преданное служение. Вот с этого все начинается. С того, что мы принимаем прибежущего Вайшнава. И тогда Кришна замечает нас. Когда мы просто идем к нему непосредственно, мы говорим, вот тут я, Вася, Петя, или даже какой-нибудь Кришна даст. Кришна не замечает. Но когда мы говорим, а я вот слуга того, Ширтвупады или ученика Ширтвупады, я слуга их. Вот тогда Господь Читания или Господь Кришна говорит, да, тогда я понимаю, тогда я принял, все. Я тебя увидел. Когда Валабабата пришел к Господу Читанию Махапрабу хвастаться своей ученостью. Валабабата был великим преданным на самом деле. Он был великим преданным, великим знатоком Шастра, браманом, пандитом. И Господь Читания к нему был очень милостив, ел у него дома. Но когда он пришел, чтобы похвастаться своим преданным служением, и сказал, вот я написал Шимат Бхагават, комментарий Шимат Бхагават. Я могу объяснить значениями Господа Кришны. Господь Читания что ему сказал? Ты можешь, а я не могу. Я не знаю ничего про Кришну. Единственное, что я знаю, это то, что мне его преданное объясняет. Вот Адвайта Ачария, например. И он прославляет Адвайту Ачарию, как величайшего преданного. Вот Нитянанда Прабу, который меня своим энтузиазмом заражает. Вот Романанда Рай, который раскрывает у него расы, бхакти. Вот тот, другой, третий, четвертый, он перечисляет всех своих преданных. Вот благодаря им я могу знать что-то о бхакти. Ничего большее я не знаю. Вот как Господь Читания ответил на этот вопрос и на общение с Валбой Бхатой. Как он на этот вопрос смотрел сам. И поэтому в этом стихе, Парупада, в комментарии цитирует этот стих. Сатам Прасангамма Мавирия сам видал. Только в общении с преданными, с чистыми преданными, слова Господа Кришна обретают полную силу и начинают услаждать слух и сердце. Друг Махаража не скрывал своего стремления к общению с преданными. Интересная тоже вещь. Господь перед ним лично стоит и говорит ему, проси чего хочешь. И преданный говорит, а можно с преданными пообщаться? Самим фактом этого вопроса, ну, фактически, мы говорили о том, что Бхакти посрамляет бамананду, йогу. Бхакти без общения с преданными не работает. Оказывается, и Кришна тоже выступает по важности общению с преданными. Потому что преданный все время просит у Кришны общение с преданными. Не только Друва. Не только он такой выделился, попросил что-то не то. Все они. Прохлада, Друва, Притху, Акрура. Все от начала до конца в Бхагаватам просят только об одном. Господь, пожалуйста, благослови меня общением с Твоими преданными. Ничего больше мне не надо. И поэтому, когда Господь Читания отвечает на вопрос Рамананда Рая, вернее, Рамананда Рая отвечает на вопрос Господа Читания. Господь Читания занял смиренное положение ученика Рамананда Рая. Рамананда Рая очень смутился. Он сказал, я же падший человек, я даже не браман никакой, я практически шудра. А ты, саньяси, ты, браман, как я могу тебе учить? И Господь Читания произнес знаменитый стих. Сей киба випра киба няси шудра кененай. Эй Кришна тат таветы сей гуру хай. Кто бы ни был человек, шудра он, саньяси или браман, если он или она знают науку о Кришне, а не гуру. Правопада добавляет она, он говорит, что относится к обоим полам. Поэтому говори, и я буду тебе вопросы задавать. И когда Господь Читания задал вопрос Рамананда Рая, что самое ценное в этом мире, то Рамананда Рая сказал, самое дорогое – это общение с преданными. И когда он спросил, что самое болезненное в этом мире, то что же сказал Рамананда Рая? Легко ответить на вопрос, если самое ценное – это общение с преданными, то самое болезненное – это разлука с этим общением. Вот что самое болезненное. И Господь Станин был в экстазе Поэтому все они постоянно просят Друмараш не скрывал Господь, ну да, спасибо большое Общение с предным, пожалуйста И побольше Такое общение с предным служением Подобно волнам полноводной реки Непрерывно несущей свои воды к океану Еще одно удивительное, красивое сравнение Аналоги, которое приводит Шилаппад Он перефразирует Ну, во-первых, сам стих Друмараш об этом говорит И также в комментариях Чарин эту тему говорят Очень интересно Что такое океан для нас? Океан это Кришна И Бак Сирасамита Синду Океан предан служение Кришне Но прийти к океану Ну, понятно, здесь вы в Брисбоне Тут понятно, куда идти к океану Тут вышел и дошел По запаху можно дойти На морской аромат Идешь и придешь И на крик чаек Но там, где мы нажимаем на ферме Там не так очевидно Как идти к океану Очень легко заблудиться Без GPS особенно Но есть очень верный способ Он немножко долгий Но верный Безошибочный Если есть река Речушка или даже речеек Вот мимо дома Мукунды Махараджи Протекает ручей Он впадает в озеро В центре фермы Озеро Впадает Когда полноводное Впадает в реку Как называется Оксли А эта река Сейчас она очень разлилась Обычно такая тоже Почти незаметная В жаркую погоду Она идет дальше Я же не знаю Куда она впадает В твит В твит Да Ривер Так И если вы пойдете По берегу любого ручейка Просто идя по ходу воды То вы обязательно Придете к океану Это очень важная аналогия Ее приводит также Господь Капила Дева В третьей песне Багавата Я не буду подробно останавливаться На его наставлениях Но он говорит Что чистое преданное служение Проявляется тогда Когда у преданного Возникает потребность Слушать о Кришне В обществе преданных Потому что Точно так же С таким же желанием С каким водой Реки идут сами к океану Это означает Что Как много бы нам Не пришлось на это Потратить время Если мы просто общаемся С преданными Которые сравнивают Здесь полноводной рекой То мы обязательно Придем к Кришне И другая аналогия Очень важная В этой связи Это то что Мы находимся В лесном пожаре О котором также Дру Махараш говорит В пожаре Материальном существовании Он говорит Что этот океан Наполнен В следующем стихе На самом деле Он говорит В 12 стихе Это океан страданий Наполнен Вместо воды Пламенями Языками пламени Но когда мы общаемся С преданными То преданное Гасит этот огонь Как мы сейчас Столкнулись С этой катастрофической Ситуацией В Австралии Лесные пожары Бушфайрис И что бы ни делали Героические пожарные Без сомнения Люди Которые Жизнями Жертвовали ради этого Пытались погасить Но что они могут сделать Жалкий вертолетик Или самолетик Жалкий 20 или 30 тонн воды Или какого-то там Огнетушителя Состава Огнетушущего Огромный бушующий огонь Океан огня Мне рассказывали Страшные вещи Что этот огонь Создает собственную погоду Он создает Как бы Живые Формы распространения Огненные торнадо Смерчи Которые потом Разбрасывают Эти головешки Повсюду И сами распространяются Уже Была хорошая погода Но этот огонь Создает свою собственную погоду Которая благоприятствует Его распространению И ничего не сделать Просто ждать Когда? Чего ждать? Дождя Единственное Что может спасти У меня было Это приложение Для отслеживания Лесных пожаров И как только Пошел дождь Число этих пожаров Сразу резко упало Срезом Десятки В разы упало Сразу Дождь Океан может быть рядом Даже Есть эти страшные сцены Когда люди Оказывались отрезанными От внешнего мира Стеной огня На берегу океана И они приходили Приходилось спасаться В океане От огня Сидеть там Пока этот огонь Не погасили Чтобы им выбраться Но они не могут взять И погасить Этот огонь Незначительный По сравнению с океаном Своими собственными усилиями Должно быть солнце Должны быть облака Ветер И дождь И тогда огонь Гаснет И точно так же В материальном мире Который сравнится С лесным пожаром Мы можем прилагать Собственные усилия Самолетами Или вертолетами Этот пожар погасить Но пока не придет Вайшнав Который сможет Вобрать себя Его сравнивать с солнцем Эту воду Огонь никогда не погаснет Но когда они проливают Эти струи дождя На нас Первое что происходит Огонь гаснет Атмосфера успокаивается Воздух очищается И эти струи Сливаются в ручейки Ручейки в речушки Речушки в реки А реки текут К океану Обратно туда И просто следуя По стопам этих Вайшнав Просто следуя Их словам Мы обязательно Пройдем туда Откуда они вышли Изначально К источнику Кришны И в этом есть Говорит Шила Павпады Говорит же Джува Махараш Он никак Павпады говорит Не скрывает Своего желания Общению с преданными Такое общение Подобным Волнам полноводной реки Непрерывно Теку несущей Свои воды к океану В нашем обществе Сознания Кришны Мы занимаемся Служением Кришны Круглые сутки Каждое мгновение Нашей жизни Мы посвящаем Служению Господу Это называется Непрерывным потоком Преданного служения И все остальное В нашей жизни Должно быть связано Так или иначе Как-то С этой важной целью Так же как Например У влюбленного человека Если он любит кого-то Юноша-девушку Девушка-юношу То у него или у нее Ну До поры до времени По крайней мере Как это называется Старий айс Да Все Он думает о ней И Пишет Или там Медитирует Планирует И все вот это Вот вокруг Все остальное Ценно настолько Насколько помогает Этой цели Так Так Юноши и девушки Бывшие И будущие Так Эта цель Ничего больше Не стоит рядом По значимости По важности Точно так же В нашей жизни Цель Кришна И Кришна Становится целью Если мы ставим Его туда В центр В форме преданного Для которого Кришна в центре Мы недавно С преданой обсуждали Как поставить Кришну В центре жизни Просто нужно поставить Того У кого Кришну В центре жизни В центре нашей жизни Тогда, естественно, образом, геометрически центры совпадут. Очень просто. А он, Кришну в центре своей жизни, ставит другого Ваишнава, которого Кришна в центре. Называется Парампара. Вот что это значит по-настоящему. И когда Кришна в центре, благодаря слушанию о Кришне в обществе преданных, регулярном, тогда все остальное легко связывается с ним. И легко отделять нужное от ненужного, ценные от неценного. Легко составить иерархию ценностей, понять, что делать в начале и что потом. Очень легко. Философ Майвадия может спросить нас. Очень может быть, что общение с преданными приносит вам счастье, но как вы собираетесь пересечь океан материального бытия? Друга Махаража отвечает, что это совсем нетрудно. Он ясно говорит, что тому, кто опьянен нектаром повествования, прославляющим Господа, пересечь этот океан не составляет никакого труда. И Шанат Чакаварат Акур говорит, Друга Махаража ему говорит, да пусть этот океан явится сюда, я его сейчас сразу пересеку. Вот так. Потому что океан пересекается к Кришне с той стороны, к нам, сюда. И неважно, мы пересекаем или он пересекает, мы вместе. Опять же, в Бхагаватам есть стих, где говорится, что как только Вайшнавы слушают о Кришне, то океан материального существования съеживается до размеров от лужицы вслед от телячьего копытца. И такие лужицы даже пересекать уже смешно. Это что-то совершенно незначительное. Как пересечь лужицу? Да никак. Ты даже ее не заметишь. Можешь наступить на нее, она исчезнет сразу, эта лужица. Почему телячьего, объясняет Вишнава Трича Коварди такой, потому что вода в этой лужице оказывается очень благоприятной теперь. Все то, что осталось от материального существования, очень благоприятно. Он может нас помучить немножко, может нас порадовать, но если мы связываем все с Кришной, то эта вода, оставшаяся, остаточное явление материального мира, будет очищать нас. Так же, как очищает вода вслед за телячьего копытца. Закончил с комментарием читать, он продолжается, и мы уже много времени потратили на это обсуждение. И Джоба Махараш говорит, да пусть он идет, этот океан ко мне сюда. Я его сейчас пересеку сразу. Бават Гуна Кадха. Каждый, кто постоянно слушает Шримад Бхагават, Шримад Бхагават Гиту, читание Ширитамриту, кто не может прожить без них, как пьяница без вина, легко преодолевает невежество материального бытия. Океан материального невежества иногда сравнивают с лесным пожаром, но преданный, полностью поглощенный своим служением, не обращает на этот океан огонь никакого внимания. Как Кришна, который сказал мальчикам-пустушкам, в 10-й песне Бхагаватам рассказывается, как там тоже был бушфайр, лесной пожар. Они оказались окруженными со всех сторон. Нет спасения, телята, пустушки, коровы, все оказались в смертельной опасности. Что сказал Кришна? Они все обратились к Кришне. Кришна, Кришна, маха бахо, бхактаяма бхаронкара, абхаянкара, твамека дахья мананам. Вот это другой стих. Апаваргуту сам спатье. Они обратились к Нему, говорят, Кришна, Кришна, пожалуйста, спаси нас от лесного пожара. И что сказал Кришна? Сказал, закройте глаза. Очень важно, что если мы не закрываем глаза нам, на некоторые аспекты материального мира, они нас привлекают. И мы не просто испытываем жар, но мы как мотыльки на пламя летим на лесной пожар. Вот в чем проблема. Глаза нужно закрывать вовремя. Как Арджуна, когда он оказался на райских планетах. И он осматривался по сторонам, к своему отцу пришел как-никак, и взгляд его упал на урваши. И Индра это заметил. Он очень-очень внимательно Индра смотрел. Куда посмотрит Арджуна? Арджуна смотрел, и взгляд его немножко задержался на урваши, мимолетном, паузы. Индра заметил. И сказал урваши, похоже он на тебя запал. Сходи к нему вечерком. Урваши разоделась, пришла к нему, к Арджуне, постучала в дверь, во что там стучат, в Величестве, на небесах. Арджуна открыл. Она предстала и сказала, что славный герой, какая же женщина может сохранять спокойствие ума в виде тебя и слышать о твоих деяниях. И что Арджуна сделал первым делом? Он закрыл глаза и сказал, о, почтенная бабушка. Да, он сказал, ты пра-пра-пра наша, даже не пра-пра бабушка, пра-пра бабушка. Я на тебя посмотрел, действительно, потому что я был очень, я слышал о тебе, ты мать нашей династии, ты была женой Пуруравы, великого Махараджа Пуруравы и супругой его, ну как-то там получилось, супруга, не супруга, но так иначе от них пошел род. И я был очень, очень хотелось увидеть великую прародительницу нашего рода, древнего. И так она его прокляла за это. Не будем говорить, как, но даже это проклятие для Арджуны потом обернулось благословением. Ничто не происходит с преданными чистыми, без воли Кришны. Нужно вовремя закрывать глаза. И Кришна сказал своим мальчикам, пастушкам, друзьям, закройте глаза на материальное существование, на этот лесной пожар. Они закрыли, и Кришна его проглотил. Кто-то из мальчиков, пастушков сказал, да, Кришна попросил закрыть глаза, чтобы мы не знали, не увидели эти секретные мудрые мантры, которые он должен был прочитать и сделать, чтобы погасить лесной пожар. Кто-то, видимо, подсмотрел, наверное, так. Когда вам говорят закройте глаза и не смотрите, то первое, что мы хотим сделать, это посмотреть, что там будет происходить, когда мы закроем глаза. Очень сложно удержаться. Так или иначе, вот Кришна говорил так, закройте глаза, а сам выдохнул лесной пожар. И сразу восстановил все обожженные, обугленные деревья, траву, снова в их прежнем, первозданном виде. Это точно так же с нами, когда, хотя весь мир охвачен лесным пожаром, преданным он кажется, преданным не обращает на него никакого внимания. Хотя материальный мир охвачен пожаром, преданным он кажется исполненным блаженством. Вишвампурна, сука, это. И мы заканчиваем комментарий. Прабхупада продолжает. Смысл этой молитвы Другого Махаража сводится к тому, что преданное служение в обществе преданных является залогом дальнейшего совершенствования в преданном служении. Только благодаря преданному служению можно попасть на трансцендентную планету Галлока Вриндавана, а попав на эту планету, живое существо тоже занимается преданным служением, так как преданное служение в этом мире не отличается от преданного служения в духовном мире. И сейчас Прабхупада приведет аналогию, которую все сразу смогут понять. Точно смогу ее понять. Я сейчас даже не буду объяснять почему, потому что вы сами это поймете. Природа преданного служения остается неизменной в материальном ли мире или духовном. Можно привести пример с манго. Зеленая манго. На ферме сейчас был сезон манго, он заканчивается уже. Деревья с манго выходили вот два месяца. Я смотрел на эти манго, они зрели на глазах. Вот сейчас они созрели и падают. Зеленая манго – это тоже манго. И когда оно созреет, то становится, остается тем же самым манго, только становится вкуснее и слаще. Приблизительно так же соотносится друг с другом преданное служение под руководством духовного учителя в соответствии с предписаниями, регулирующими принципами шастер, и преданное служение в духовном мире, позволяющие непосредственно общаться с верховной личностью Бога. Вот какая связь между ними. Разница есть? И да, и нет. Разница в чем? Во вкусе. Но вкус в данном случае лишь вопрос времени и связанности с деревом. Потому что если манго сорвать преждевременно с дерева, то его можно только потом на пикклс использовать или на сабжи зеленого манго. Мукунди, махаража приготовили сабжи зеленого манго. И мне осталось попробовать, много попробовал. Я был очень разочарован, честно говоря. То есть, понятно, что там какой-то рецепт, наверное, традиционный, но ничего вкусного, кислятина. Но это манго. Разница есть и разницы нет одновременно. Потому что лишь время отделяет эта манго от того. Но что важно, чтобы эта манго висела на дереве и продолжала зреть, наливаться соком и сорвать его преждевременно, отделить себя от общения с пряданными, то манго не созреет. Оно съежится, высохнет и испортится, скорее всего. Можно с бананом вести положить, да? Но это будет общение с Ващнаумер. Только что доказали мой тезис. Обложить бананами со всех сторон, видимо, нужно. В ящик с бананами положить манго. Одно. Да, тогда да. У Нарады Муни был такой опыт. Он был тем самым незрелым манго. И в его дом, рядом с его домом поселились эти бактиведанты. Он служил. Маленький мальчик, пятилетний. Ничего не понимал. Но был очень послушен. Лично не болтал. Прислуживал этим великим бактиведантам. И однажды попробовал пищу с их тарелки. И сказал, в этот момент у меня глаза открылись на трансцендентную природу этих трансценденталистов. И она стала мне привлекательна. Кришна стал мне уважен с этого момента. Поэтому... А? Нарады Муни, да. Мы заканчиваем сейчас комментарий. Прабхады, уже последние два предложения осталось. Прабхады говорит, и в том, и в другом случае природа преданного служения остается неизменной. Между ними нет принципиальной разницы. Мишамадыча Кавальтакур говорит уже в самой первой песне Бхагавы. Там говорят, что садана бхакти, бхава бхакти, према бхакти. Это три состояния одного и того же предмета. Между ними так же, как младенец, ребенок, взрослый человек. И то, и другое, и третий человек. На разных стадиях развития. И иногда для Кришны и для нас тоже стадия, когда дети очень много вызывают умилительных чувств. Материнских чувств. Их беспомощность, их умение лепетать. Потом они подрастают, начинают уже слишком быть самостоятельными. Это уже вызывает другие чувства. Да? Рамадас. Но суть в том, что когда преданные вот такие смиренные, очень сильно зависимые от милости, зависимые от других, беспомощные в своей зависимости, они вызывают прилив нежности у духовного учителя, у старших вайшнавов, у Кришны. И Вишна Тачакавар объясняет десятые песни Бхагава, там такие приятные могут сидеть и думать, я медитирую на Кришну, сижу с джапой, медитирую на Кришну. Медитация там не пахнет. Но поскольку они хотят, как дети, я тут готовлю, я тут строю, я тут воюю, и я тут пишу или что-то еще играю нам на пианино. Родители рады. Хотя это не похоже ни на строительство, ни на готовку, ни на игру, тем более. Но родители рады самим желанием, да? Рады. И они до поры до времени их в этом поддерживают и укрепляют, вдохновляют. И точно так же Кришна, что он думает, Вишна Тачакавар такое говорит, когда такой приятный сирий говорит, я сейчас на Кришну буду медитировать, как ребенок. Кришна говорит, ха, он на меня медитирует? Смотрите. Как Алиси? Он готовит, смотрите, из грязи пироги. И дает себе. Входит в сердце таких Вишнау. Все, что для этого нужно сделать, это приходить к тем предным, которые вдохновляют нас на это, хотя бы на подражание. И Парупада завершает. Отличие состоит лишь в том, что на начальной ступени предное служение еще не достигло зрелости, а на высшей ступени оно достигло зрелости и поносит более глубокое удовлетворение. И Парупада подводит черту, говоря, зрелость же в преданном служении приходит человеку только в общении с преданными. Конец комментария. И еще Парупада к его комментариям. Это ответ на вопрос также Антона, который он задал по поводу Майи. Как научиться видеть иллюзорную природу материального мира? Есть два способа. Неправильный и правильный. Неправильность заключается в том, чтобы пытаться научиться видеть иллюзорную природу материального мира отдельно от Кришны. И Шрилл Парупада привел удивительную аналогию. Я недавно слушал лекции, он сказал про иллюзорную природу материального мира. Как ее понять? Он говорит, вот мы здесь в саду ходим гулять. Удивительный, красивый сад. И там есть садовник, который ухаживает за этим садом. Он выращивает все эти плодовые деревья, цветы, и он может подойти и сказать, как он нравится мой сад. Я так много вложил труда, чтобы его создать. А мы скажем, это все иллюзорный сад. То наш садовник будет очень огорчен. Очень огорчен. И он говорит, Прабупада говорит, точно так же материальный мир. Этот мир создан Кришной, поэтому он такой красивый. Не 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 огорчать Кришну тем, что этот материальный мир мы называем иллюзорным. Что иллюзорным? Это наше желание наслаждаться им, потому что это не наш сад. Как эти манго на ферме. Люди приезжают на ферму, у них первое желание. О, манго. Что мы сделаем с манго? Срываем. Им приходится напоминать, что это не ваша манго. Это манго, да. А не сладкий манго, сладкий. Много, много. Падает на землю, падает. Но это не ваша манго. И Вишнаджан, правда, перед отъездом в Таиланд напечатал целый тираж плакатов с камерами наблюдения. Написано, вы находитесь по наблюдению. Штраф 1000. Вот это подействовало. Когда взывали к совести, не очень действовало. А вот это подействовало. Перестали срывать и подбирать штраф 1000 долларов. Вот это что, что иллюзорно? Иллюзорно наше желание наслаждаться тем, что не наше. Но сказать садовнику, какой прекрасный сад. А можно я возьму у вас одно манго? Он скажет, конечно, берите два. Целый ящик. Я вот сейчас, почему я про манго улыбнулся, потому что там внизу чемодан, и в чемодане 25 килограммов манго мы везем в Шиширада Мадави в Майяпур. Мы уже несколько раз уже делаем. В прошлый раз мы покупали манго, тут их выросло много. И вот попросили у Аджиты Прабу разрешения и везем подарок Рада Мадави Нарасим Хадеву, Панчататви, Джаганадхи Баладеви Субадри и также Рада Гавинди в Калькутте. Всем по манго. Это правильное использование. Если меня спрашивают, а можно взять? Они говорят, да, конечно. Вот он Махапрасат. Это правильно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как понимать иллюзорный природно-материальный мир вот так. Для вайшнов это понимается так, что это не наш мир. И мы можем действовать здесь только в соответствии с тем, кто его создал. И Кришна говорит, как его правильно использовать. Когда мы правильно используем его, он переставит быть иллюзорным. И в доказательство этих слов я могу привести слова Шива Прабхупады. Это первая песня Бхагаватам, пятая глава, текст 24-й, по-моему. Сейчас я на этом закончу. 23-й. Да, 23-й текст. Ответ на ваш вопрос, Антон, словами Шива Прабхупады. На примере прошлой жизни народу Муни, становится ясно, что служение Господу начинается со служения истинным слугам Господа. Господь говорит, что служение Его слугам выше служения Ему самому. Служение преданным ценнее, чем служение Господу, поэтому человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем, приступив к служению Ему. И дальше, внимание, Прабхупады говорит, такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которую можно увидеть Господа недоступным восприятием наших материальных чувств. Видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам себя настолько, насколько мы даем себя служению духовному учителю. Пропорционально. Пропорционально. И дальше он говорит еще более длительные вещи. Видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам себя настолько, насколько мы даем себя служению. Направить человеческую энергию на служение Господу. Вот высший путь спасения. И если мы служим Господу, внимание, Антон, для вас, слова про упады. Когда это было написано? В 1961-1962 году. Он наберет, знал, чтобы задать этот вопрос, и вставил сюда ответ. Если мы служим Господу под руководством истинного духовного учителя, все космическое творение сразу же становится тождественным Господом. Опытный духовный учитель, как слуга Господа, владеет искусством, все использует для прославления Господа, поэтому под его руководством весь мир может превратиться в духовное царство. Такова божественная милость слуги Господа. Вот вам понятие по-вайшнавски, как мы с этим миром обращаемся. Мы его в духовный превращаем, чтобы избавиться, как видите, в иллюзорном, превратить его в духовный нужно. Тогда нам не нужно будет даже смотреть на него как на иллюзорный, больше. На этом мы закончим, наверное, потому что уже слишком я долго говорил. Наверное, уже много других важных дел у вас есть. Хотя после сегодняшнего комментария стиха, тут уже даже и если есть какие-то важные, ты уже побоишься называть их важными, да? Да, точно. Но, тем не менее, мы говорили также сегодня о том, что, поняв, что важно, мы сможем теперь подчинить или подчинять, регулярно напоминая себе о том, что важно, подчинять все остальные вещи в нашей жизни, работу, учебу, семью, дом, детей, увлечения, хобби, и все, что есть, самые главные цели. И тогда они наполняются смыслом. И Прупада говорит про себя, я увидел эту цитату на обложке альбома, не альбома, а буклеток, собранию всех лекций Прупада, его цитата. Он говорит, что у меня было хобби тоже. Мое хобби было, мне очень нравилось слушать духовного учителя. Я ничего не понимал, но мне очень нравилось. У нас хобби, в котором мы ничего не понимаем, но нравится. Кому-то рисовать нравится, но мне не получается. Мне нравится рисовать и все. На пианино играть, но не получается, но нравится. Никому другу больше не нравится, как я играю на пианино. Мне нравится играть. Хобби. Поэтому вот самое лучшее хобби – общаться с прежними. И делать все, что можем для того, чтобы это общение у нас всегда было. Лучше лично. Но есть много других таких же форматов. И до этого здесь камеры стоят. Похоже на многих других лекций. Нам приходится с этим мириться. Все, дорогие преданные. Какие-то вопросы есть? Дополнения? Аксакалов есть? Аксакалы сидящие там. Видно только макушка Аксакала. Есть дополнения? Какие-то ваши поправки? Нет? У меня вопрос есть. Два вопроса. Когда общаешься с преданными, какие качества должен иметь преданный, который ведет общение? Допустим, чтобы у него на языке танцевал Кришна. Он должен повторять то, что услышал. Вопрос. Каким качеством должен обладать преданный, с которым можно общаться, чтобы на его языке танцевал Кришна? Ну, конечно, должен быть чисто преданный, махабагаватый, который о Кришне плачет, постоянно падает в обморок без разлуки с ним. Ну, таких нет, в общем. Шилапрапада говорил очень интересную вещь в лекциях и в письмах. Вернее, в книгах и в лекциях и письмах. Книга с одной стороны, в лекциях, письмах и так далее, с другой стороны. В книгах он говорит все время, что общаться с преданными. Сатсанга означает общение с чистыми преданными. Махабагаватым, Матхиикари. Очень часто это ритмотив. А в лекциях и письмах, и в общении с преданными он говорит, общаться с преданными с кон. Между двумя этими сказаниями Павпады нет разницы, потому что преданными с кон, которые верно следуют наставлениям Шилапрапады, читают его книги, вдохновляются чтением услышанным, пересказывают, применяют их в жизни, что очень важно, потому что иначе это не живет. Они передают то, что услышали. Пусть они сами, может быть, не обладают такой трансцендентной бхавой, как уж его Павпады, но они очень верно его передают. Это самое главное качество. И в этом утверждении я опираюсь на слова Гопи Парана Данапрабу, у которой мы учились много-много лет. Но даже не тому, что он нас учил, а другому, тому, чему он не учил, но тому, что было очень легко не учиться. Он был потрясающе смиренным, глубочайшим вайшнавом, который был безраздельно предан духовному учителю. Он был феноменальный ученый, знал санскрит, бангали, шасты, все наизусть. Но он однажды сказал нам, что если мы сидим на лекции и слушаем лекцию, если человек, который говорит о Кришне, если ему за полтора часа удалось хотя бы раз повторить слова Шрилы Павпада, мы должны быть в экстазе. Это его слова. Поэтому, если нам приходится говорить о Кришне, то нужно, чтобы слова Павпада и его наставления были как бы водяными знаками во всей нашей катхе лекции, чтобы посмотреть на просвет и видно, причем мы говорим то или это, чтобы это опиралось. Это минимальный уровень, ну и максимальный тоже, в принципе. Не то, что максимальный, но это достаточно, минимальный достаточно. И на этом уровне уже, на этом фундаменте все остальное тоже проявляется. И вкус, и раса, и понимание, и личное отношение с Кришной, все вырастает оттуда. Вот так вот, это критерий. Разумеется, человек должен следовать правилам принципа преданного служения, должен верить в Кришну. Рупа Гасвами категорически запрещает нам слушать слова о Кришне, не верующих в Него, сравнивая такие слова с молоком, отравленным ядом змеи. Представляете, берете эту браун снэйк, ее яд выдавливаете в молоко, а потом предлагается кому-то. Говорят, что молоко, оно разносит все биологически активные вещи, которые оказываются в нем, очень быстро по всем тканям тела. Поэтому молоком принимают эргенические лекарства, чтобы они быстрее доходили до мозга, до костей, до чего они предназначены. Точно так же яд змеи, если он оказывается в молоке, то он быстрее разносится по организму. И Рупа Гасвами говорит, нельзя слушать людей, которые живут, зарабатывая на Кришне, или которые не верят в Кришну, или которые не следуют принципам духовного учителя, данного им. Таких людей слушать не нужно. Но искренних ващнав, которые живут тем, что они говорят, верят в то, что они говорят, пусть даже они могут знать немногое, но они верят искренне в то, что они говорят, услышав об этом от духовного учителя и примив это в своей жизни, и получив благо от этого. Такие ващнав имеют духовную силу в своих словах. Кришна будет проявляться через них. Обязательно. Я не ограничиваю то, что пройдет через них совсем. Это как кран. Не кран создает воду, но кран проводит воду. Есть толстые, большие краны, из них течет вода очень пожарный кран. Большой струй. Есть маленькие крантики, из них вот тонкой струйкой. Но и то, и другое вода. Что нужно, чтобы кран действовал как кран, чтобы он не был засорен, чтобы там... Во-первых, чтобы он соединен был с водопроводом, первое. И что в нем не было никакой, как это называется, блокич. Не было никакого затора. По-русски блокич. Вот два качества. Второй вопрос. Второй вопрос. Могут сидеть несколько преданных и слушать одну и ту же лекцию. Как правило, так и бывает. Для некоторых преданных доходит вибрация Крещны. А для других как-то мимо. Какими нужно обладать качествами, чтобы цель попадала? Для слушателя, да? Супер вопрос. Замечательно. Спасибо вам большое. И первый, и второй был замечательным. Первое качество частица. Второе качество слушателя. Прямо дуплетом, знаете. Контрольный вопрос называется. Так. Я вам сейчас прочитаю тоже. Можно словами Швилы Прабхапады? Это глава третьей, первой песни. Кришна – источник всех его воплощений. В конце описывается одно воплощение Кришны. Называется Шримах-Бхагаватам. Это его аватара. После перечисления всех других аватар описывается Шримах-Бхагаватам. Прабхапада говорит. Сам стих, последний стих в этом, в этой главе. Сута Госвами говорит. О, ученые браманы, когда Шукадева Госвами декламировал там в присутствии императора Парикшита, Бхагаватам, я слушал его с неославным вниманием. И так, по милости этого великого и могущественного мудреца, я постиг Бхагаватам. Теперь я постараюсь передать вам то, что как я услышал, как я это понял. И Прабхапада в комментарии говорит. Я не буду читать весь комментарий, хотя стоило бы. Не подлежит сомнению, что человек может непосредственно увидеть Господа Шри Кришна на странице Шримах-Бхагаватам, если он услышал его от великой осознавшей себя души, подобной Шукадеве Госвами. Но мало просто слушать, Прабхапада, я так немножко перескакиваю. Одному просто слушать недостаточно. Необходимо глубоко услышать, осознать услышанное. Слово невишта означает, что Суда Госвами впитывал нектар Бхагаватам ушами. Это единственный способ восприятия Бхагаватам. Нужно с неославным вниманием слушать достойного человека. Это позволит тотчас же ощутить присутствие Господа Кришны на каждой его странице. В этом стихе раскрывается секрет постижения Бхагаватам. Но кто же так вот неославным вниманием слушать достойного человека? Прабхапада продолжает, чтобы сделать это для нас еще более невыполнимым. Он говорит. Невозможно сосредоточенно слушать, не обладая чистым умом. Первое. Уже так отпадает. Я точно отпаду сразу на этом критерии. Ум не может быть чистым у того, кто не в чистых поступках. А тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, самозащите, сексе, не может быть чистым в своих поступках. Вот три критерия. Так, упс. И Прабхапада говорит, ну так или иначе. Дальше. Ну так или иначе. Понятно, да, чтобы слушать неославным вниманием, нужно иметь чистый ум. Ум не может быть чистым, если человек не чист в своих поступках. И человек не может быть чистым в поступках, если он не чист в идее, сне, 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 и укуплением обороны. Вот там четыре регулирующие принципы для чего нужны. Не чтобы там какую-то ритуальную чистоту соблюсти. Не то, что там Бог стоит над нами с молнией и бьет сразу за любое нарушение. Выпил чайку там. Только живет тем, что мучает людей за то, что они нарушают. Не в этом суть. Мы сами себя наказываем, если не соблюдаем чистоты в поведении. Почему? Потому что у нас не будет достаточно чистого ума, чтобы слушать его бхагавату. Дальше Прабхапада говорит под унывшим нам, когда мы слышим такие критерии доступа. Он говорит, ну так или иначе. Если человек с неослабным вниманием слушает подлинных авторитетов, он несомненно сможет увидеть Господа Кришна в странице бхагавата. Поэтому, чтобы бхагаватам по-настоящему проник в сердце, как вы сказали, чтобы дошло, необходимы эти принципы чистоты. Необходимо делать это регулярно. Другой стих из второй песни бхагаватам Шинватахши радая с верой слушать. Во-первых, нужно слушать. Вначале. Чтобы услышать, нужно слушать. Это первое. Чтобы есть, нужно попадать ложкой в рот. Это первое условие. Чтобы на этой ложке что-то было, оставалось, пока она идет ко рту. Если мы не попадаем ложкой в рот, то уже о еде не идет речь вообще никак. Но хорошо, пища оказалась во рту. Что нужно делать дальше? Нужно ее прожевывать. Нужно жевать, а не глотать. Тщательно пережевывать. И проглатывать. Потом. А не выплевывать. И потом переваривать. Это целый процесс. И на каждом, на каждой стадии важна. Но первая стадия нужно попасть едой в рот. Без нее уже ни о чем другом идет. Но если она попала, то там уже как-то, как-то там, худо-бедно, но попадет дальше. С чем-то она попадет туда. Точно так же нужно слушать для начала. Чтобы услышать, нужно слушать. Это первое. Шивна-то Акшра-да-я. Нужно с верой слушать, оказывается. То есть принимать хотя бы теоретически, что Кришна есть, что есть душа, что есть духовный мир, что есть процесс бахтик, который этот духовный мир ведет. И что есть люди, которые оттуда приходят, в этот мир. И нас туда зовут, обратно. Это вера. И что у меня тоже получится, тоже вера. Понятно, святые идут туда, но у меня тут дорога закрыта. Нет, у тебя тоже получится, ты тоже пойдешь. В 11-й песне Бхагава там Господь Кришна говорит, что каждый, это Удова говорит Кришна, Господь говорит, твое преданное служение настолько великое, такое могущественное, что каждый, кто слушает о нем, о преданном служении, кто повторяет услышанный фаслет, кто проставляет преданное служение других, кто принимает с уважением и верой, что оно существует, это чистое преданное служение, есть оно где-то. Даже такой человек, если он ненавидит всех во Вселенной или всех полубогов или всех живых существ во Вселенной, немедленно очищается. Такой могущественный процесс. Просто слушай о нем. Или с верой соглашайся с фактом его существования. Поэтому Шринвата слушать, Шрадая с верой, нитьям означает постоянно или по крайней мере каждый день, регулярно. Регулярно слушать. С верой, слушать с верой, нитьям регулярно. И дальше, Гренатор сейчас в очешке там и хорошо так же пытаться понять, о чем идет речь. Тогда колено Нати Диргина, Бхагаван, Мишатэ, Хриди очень быстро Господь оказывается в сердце такого человека. Вот эти три, четыре вернее критерия здесь. Но Прабхупада делает для нас все очень простым. Говорит, ну так или иначе? Послушайте вас. Слушайте. Постепенно эти потоки, как мы сегодня читали, реки Кришны Катхи, пробьют уши, пробки, которые мешают нам, эти метафизические пробки в ушах, которые не позволяют нам услышать. И мы услышим. Пробьет. Со временем. Если мы просто приходим и слушаем. А если не приходим и не слушаем, то не пробьет. Даже если уши чистые. Да? Нормально? Спасибо. Какой-то еще вопрос? Надеюсь, нет вопросов больше никаких. Это уже много времени. Все. Игнат, можно закончить на этом? Да? Нет. Это как в Болгарии, знаете, там кто-то у вас был в Болгарии, там да и нет на них отвечают не так, как мы привыкли. Вот так означает нет, а вот так означает да. Напомню, я раз как-то был в аэропорту, еще подростком, и там сидели болгары, видимо, и там было свободное место рядом с ними на скамейке. И я подошел и сказал, можно сесть? Я сел. А потом пришли к чему-то место было. Казал, что это означает нет. Хорошо. Ну все, видите, уже закончился даже батарейка в телефоне. Поэтому нужно закончить. Не только в телефоне, но и в зарядке. Все, это признак. Шилапрабхадаки. Кий-джай, Кран-Тарашимат-Бхагаватан, Кий-джай, Гора, Примананды. Большое спасибо за ваше участие в сегодняшнем обсуждении. Без вас бы ничего не получилось. И с вами немного получилось, но без вас вообще бы ничего не получилось. Спасибо. Харе Кришна. Субтитры сделал DimaTorzok.